Здравствуйте, сегодня у нас в гостях руководитель ООС-свидоми Валерия Натальева-Кровец и пресс-секретарь организации Свидоми Оля Астрицу. Пресс-конференция у нас по обнародованию фактов о коррупционной схеме на коммунальном предприятии Центра обращения живут. Хочу предоставить слово нашим гостям. Здравствуйте, произошло так, что к нам обратились зоозащитные организации с тем, что они подозревали коррупцию на коммунальном предприятии Центра обращения с животными. В общем мы заинтересовались и начали изучить документы и нашли много чего интересного на самом деле, мы сейчас все это покажем. Все источники абсолютно открытые, вы можете найти те же самые документы, если вам станет интересно, мы можем их предоставить, никаких проблем с этим нет. Сейчас вам Валерия подробно расскажет все поэтапно, мы покажем на слайдах все эти документы и те цифры, которые там указаны. И вы, я думаю, составите свое личное мнение по поводу того, насколько это реально, нереально и куда делись деньги. Предоставляю слово Валерии. Здравствуйте, мы хотим показать только вершину айсберга, так как вообще правонарушений очень много, но не нам судить этим будут заниматься специализированные органы. А мы пока хотим обнародовать. В данное время наши специалисты готовят запросы к специальным органам. И начнем с самого начала. В 2009 году решением сессии Горсовета номер 154-09 было создано коммунальное предприятие Центра обращения с животными. И в 2011 году они начали делать закупки для будивництва, именно Центру для, ну, как притулов для бездомных тварин. 28.03.2011 года на официальном веб-портале закупок было опубликовано объявление про капитальный ремонт объектов по проспекту Гагарина 358 и Гагарина 360А для размещения Минского центра и утримания бездомных тварин. Как мы можем видеть, документы отсутствуют. Это с официального сайта как бы взято, и документы отсутствуют. То есть, хотя по законодательству даже 2010 года закона Украины должны быть опубликованы документация конкурсных торгов, протокол раскрытия, то есть, чтобы посмотреть, какие участники вообще участвовали в данном тендере и сделать вывод, то есть, кто выиграл. Как мы можем посмотреть по акцепту? Победителем было признано ТОЗУ, ремонтно-будивальную фирму и цена 3 миллиона 460 тысяч. Договор был заключен 30 мая 2011 года. В этом же году, то есть, неизвестно, данный договор, он вообще, как бы, работы проводились, не проводились, но в августе месяца, 8 августа, мы опять видим, что было подано объявление на тот же предмет закупки, то есть, на капитальное строительство по данным адресам, и, как мы видим, что они были отменены. Отменены, учитывая то, что документов также не предоставлено. Отменены они, потому что, как нам сообщают, что на участие в торгах было подано менее, чем две пропозитии конкурсных торгов. Но также проверить это мы официально не сможем, потому что документов, которые должны быть, в наличии нет. Также 29.09.2011 года опять-таки, опять по этому предмету закупки снова объявляется тендер. И начинается самое интересное. Как мы видим, уже присутствуют документы, и нас интересует именно Гагарин-360А, потому что на Гагарин-358 еще проводились отдельно тендера, но мы с вами сидели очень-очень долго, это рассматривали, поэтому мы взяли конкретно вот отдельный адрес, что хотели сделать перекрытие рубероидом общей площадью 1080 квадратных метров по данному адресу. Акцептируют, в протоколе раскрытия мы видим, что участвуют две фирмы, Рэмбудсервис и будивельная компания Харки Бутмонтаж. Акцептируют предложение Харки Бутмонтаж и подписывают с ними договор на 3 миллиона 81 тысячи 228 гривен. Акцептируют в октябре месяце 2011 года и подписывают договор 31 октября 2010 года. Далее переходим на 2012 год. 6 февраля 2012 года мы видим, что объявляет тендер на работу и завершение будивництва. Капитальный ремонт опять-таки по этому объекту. По Гагарине 358 и Гагарине 360а. Документы также в наличии, но удивительно, но конкретно тендерная документация не открывается абсолютно, пишут, что поврежденный файл, открываются только изменения. И мы опять-таки видим, что по данному адресу хотят сделать снова-таки ремонт мягко и покривлен, но уже на 300 метров квадратных. Соответственно, данных о том официальных на веб-портале они не публикуют. Договоры в принципе исполнялись, не исполнялись, деньги платились, не платились. Но исходя из логического заключения, если они в прошлом году просили 1080 квадратных метров, а в этом просят 300, соответственно, работы производились. И опять-таки, как мы наблюдаем, присутствуют две уже известные нам фирмы Рэмбудсервис и Харкибудмонтаж. И опять-таки, акцептируют пропозицию Харкибудмонтажа на сумму 4 млн 488 605,90 гривен. Акцептируют 15 марта 2012 году и заключают договор 3 апреля 2012 году. Также, опять-таки, по этим адресам уже через месяц проводят снова тендер, в котором опять присутствуют две эти фирмы, уже всем известные. Но сумма, соответственно, уже больше. 9 млн 899 900 гривен 40 копеек. И снова у нас победителем определяется Харкибудмонтаж. Документации к конкурсным торгам мы не видим. В 2013 году Центр обращения с животными в годовом плане запрашивает снова на именно этот данный объект, хотя в 2012 году уже и были публикации официально в СМИ о том, что строительство будет полностью закончено. И как бы мы по тендерам видим, что работы из завершения будивництва. Ну, как мы наблюдаем, все-таки просят 4 млн 750 тысяч на эти два объекта. Потом делают изменения 24.05.2013 году и уже сумму уменьшают на 1 млн 534 тысячи. Также объявляют на эту сумму тендер, но уже объявляют не как открытые торги, а как закупку у одного участника. Также мы нашли официально статья нашими грошами опубликованная, где по конкретному тендеру их возмутило то, что за неконкурентной процедурой и аргументация была для того, чтобы додатковых рубит, именно чтобы с этим исполнителем они исполнили додатковые работы. Но какие именно додатковые работы, они на официальном веб-сайте не опубликовываются. Как мы видим, что на тот момент, на тот момент, опять-таки, Харки Бутмонтаж получил данный заказ. С ним заключили договор на вышеуказанную сумму. И, как ни удивительно, но данные торги отменяются. После выхода статьи, ближе, уже летом, 7 июня 2013 года, торги отменяются в связи с отсутствием дальнейшей потребности в данных видах работ и услуг. Вот эта статья официальная, она официальна на сайте Харьковского городского совета, где на тот момент руководитель Харьков Бутмонтажа Богдан Далына рассказывает, что уже к маю месяца работы будут окончены. Вот мы видим директор. Это Богдан Далина. Он был директором Харьков Бутмонтажа. Да, Харьков Бутмонтажа. Да, обратите на это внимание. Также мы видим, в 2014 году данное строение по адресу «Гагарин-360А» передается от Центра обращения с животными, передается в коммунальное предприятие «Харьковспецстрой». Как мы можем наблюдать, что первесного артиста данного строения оценивается в 315 504 гривны. Ну, как бы удивительно, да, столько денег выделяли и выделяли на протяжении трех лет, а первесного артиста как-то абсолютно не увеличивается. И в этом году в общей сложности, ну, на два адреса, именно конкретно по данным закупкам, наши гроши указывают свыше 20 миллионов, но есть еще отдельно закупки, которые проводились по адресу 358. Мы на данный момент не берем именно этот адрес. И коммунальное предприятие «Харьковспецстрой» в этом году, это последние изменения, которые были внесены в годовой план 10 июля 2015 года, на этот адрес просит 5 миллионов гривен. То есть просили-просили, и передали другому? Да, и вот передали и просят. Но это еще не самое интересное. Оказывается, что на данный момент директором «Харьковспецстрой» является Далина Богдан Михайлович. Да, то есть он ремонтировал, ремонтировал, теперь уже собственник. Передали, и он является теперь директором коммунального предприятия. Само это здание? Да, само здание. Мы съездили и... Фотографировали. Да. Который проводился ремонт. Ну, смотрите. Вот это так оно выглядит. После всех лет ремонтных работ, покрытия, перекрытия. Вот. Такое... А это здоровый корпус получается? Да. Вот это 360А. То есть на балансе было у Центра обращения животных два адреса. Это Гагарин 358 и 360А. Как мы видели до этого, вышеуказанный был документ, что они хотели вроде как сделать автомойку. То есть, но позиционировали это и закупали как на ремонт для притулку беспритульных дворы. Но, соответственно, по данному адресу работы не проводились. Ну, я думаю, видно просто наглядно, да, если столько миллионов, перекрывали крышу. А как бы смысл там перекрывать крышу, если вот оно вот такое вот. Ну, да, собственно говоря. И вот это здание уже перекочевало в другие руки и снова просят денег. Ну, и возникает, мне кажется, у любого человека масса вопросов. Ну, просто наглядно видно, да, как бы. Столько лет и такой результат. Даже если ссылаться на закон Украины по удержанию закупивли конкретно 10-го года, там указывается понятие «змова». То есть, учитывая то, что две фирмы, одни и те же, сколько лет подряд участвовали, и одна фирма постоянно выигрывала и получала миллионные заказы. То есть, ну, факт «змова» обочается. Но данный факт, конечно, будет уже расследовать специализированные органы. Куда вы планируете обращаться? Мы планируем обращаться в милицию. Также в Государственную финансовую инспекцию мы подготавливаем запросы. И они уже, да, могут доказать. Мы же не можем никого обвинить на данный момент. Просто очень много интересных вопросов возникает. Я думаю, вот вы просмотрели, да, и тоже явно по документам, при том это все в открытом обращении находится, и непонятно, как так происходит. Они, конечно, будут делать свои выводы, искать уже виноватых, но, тем не менее, подозрения есть. То есть всего, получается, два здания, на которых постоянно выделялись двум фирмам, постоянно деньги, и вот эти вот здания, вот эта Кагарина. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что каждый год выделялось конкретно, проводились разные тендера. Отдельные тендера проводились только по Кагарина 358 зданий, но также проводились почему-то, я не знаю почему, но это уже собственнику, как бы решат распорядителю денег, которым является департамент жилищного хозяйства, что проводились также закупки по двум адресам, еще отдельно, по Кагарин 358 и Кагарина 360а. То есть Кагарина 358 – это центр обращения с животными. Там, ну не знаю, как бы мы так еще не смотрели конкретно. А второе здание, вот это вот Кагарина 360а. Да, да, они просят на два здания. Вот первое, там 358, там нормально что-то происходит, да, как бы там с животными. Учитывая то, что параллельно также проводятся тендера на… Вот, а на это здание они же просили денег, и в некоторых моментах мы показывали, да, там документы, где написано именно там смена по Кривле на Кагарина 360а. Да, как бы, да. И вот она 360а. То есть 358 – это центр обращения с животными, 360а находится за ним. Ну, как бы, и вот так видно. То есть изначально планировалось, что здесь будет что-то вот для КП от центра обращения с животными? Да, потом они решили вроде как почему-то в плане автомойка, ну, что тоже непонятно. А потом передавалось тоже непонятно, да? А потом взяли и отдали. Ну как? Нет, от КП от центра обращения с животными. Кто бы он изначально обратился, почему решили? Зоозащитные организации обратились. Ну, они именно там, что касается животных, там отдельные вопросы стоит посмотреть по закупкам. Ну, они обращались именно по поводу там отлова животных, по поводу... Жестокого обращения, да. Мы вообще занимаемся изучением закупок государственных, за государственные деньги, да? То есть мы берем эти закупки и смотрим так, чтобы все там соответствовало законодательству. Цена, соответственно, процедура, все эти протоколы. И вот, и они к нам обратились с тем, что они подозревают, что, возможно, там есть какие-то схемы. То есть утверждать этого они тоже не могли, как в принципе и мы. И мы начали искать, и здесь полуэтосдание 360А. Ну, как бы, да, оно есть. Оно везде в закупках проходит. Собственники понятен сегодня? Да, сегодня... Это коммунальная собственность. Это коммунальная собственность. Да, но на балансе предприятия, изначально было центро обращения животных, а на данный момент на балансе коммунальное предприятие Харьковспидстрой было передано. Вот, и они просили тогда на него денег, теперь оно принадлежит Харьковспидструю, и теперь Харьковспидстрой тоже просит на него денег. Вот это здорово. А как давно вы делали эти фотографии? Вчера, позавчера. Позавчера делали. Вот это... Позавчера буквально ездили и делали. Это недавнее, буквально вчера, вот позавчера. А когда вы передали по спидстрою, сколько уже вы передали тендера выиграть на ремонт? Еще не выиграли. Было передано по решению в 2014 году, в июле месяце, 9-го числа, если не ошибаюсь, 9-го июля 2014 года было передано баланс, сколько спидстроя, но только в этом году они просят деньги и еще не проводили тендера, потому что они внесли изменения в годовой план, начали просить только с июля месяца этого года. Вот год назад, видите, 9-го, 07-го, решение о передаче. И это здание ценили вот в 315 тысяч, 504 гривен. А там просто мы же показывали... Хотя вы почитали, что у него уже на 20 миллионов должны были ремонтировать? Ну это не мы, это наши врачи уже подсчитали, а если считать абсолютно все, ну мы не экономисты, поэтому плюс-минус в среднем, как вот СМИ, указывать, что свыше 20 миллионов. Ну вот, вот смотрите, видите, ремонт мягкое покреплено, например. Видно, что 360А, 300 метров квадратных. Это техничное завдание было, если, да? То есть это о том, что мы говорили. Тут объясню, что это автомобиль на задрессию Гагарина, 360А. Но мы все документы конкретно проверить не могли, потому что документация... Да, была закрыта документация. Вот, видите, за адрессию тоже. Ну, тоже. Это из техничного завдания тоже, да? По объекту с адрессией Гагарина, 360А, плановцы перекрыты по Крымле. Площадью 1080 метров квадратных. Ну, пока однокоррупционные схемы такое выявлено. Да. Ну, это то, что явно очень. Ну, вы же согласны, вот, глядя на фотографию, это то, что... Вообще же коррупционные схемы наиболее завуалированы, да? Это такое, это просто не увидишь. А здесь просто более явно видно. Поэтому если... Ну, мы будем продолжать заниматься этим вопросом. Во-первых, что касается конкретно этого случая, да? Писать запросы, ждать ответов, вот, обнародовать их, конечно же. А дальше мы будем дальше изучать закупки, смотреть, где там будут несоответствия. Точно так же мы будем ставить в известность, показывать, написать запросы. Ну, все документы... Почему запросы? Ну, нет такой возможности, допустим, общественности, обратиться в органы прокуратуры с нарушением права? Так, оно же так и обращается. Это же не просто. Но изначально в милицию для того, чтобы они проверили факт правонарушения, если действительно таковое есть, совместно с Державной финансовой инспекцией, то есть уже будут открываться дела, передаваться в прокуратуру и как по законодательству, да, или нет. Да, это же тоже процесс. На каком часе это? Готовятся обращения для того, чтобы получить ответ. Действительно, этот факт присутствует. То есть на ближайшие пару дней обращения в ходу с прокуратурой? Там же есть четко по законодательству, то есть, да, обращения, допустим, на следующей неделе мы напишем и правим, да, ну, например. Но есть же там период, за который они должны ответить, да. Это все четко в законодательстве. На следующей неделе уже обращения будут. Вот. И дальше там будем уже смотреть по ситуациям, как оно будет происходить. А вы получаете отправлять обращения пока только в милицию? Нет, в государственную финансовую инспекцию, в милицию будем отправить нам. А уже исходя от их ответов будем координировать наши дальнейшие действия. Планируете подавать искусство, если подтвердят? Ну, конечно. Да, конечно. Подоздачно. То есть дуть до конца? Да, обязательно. Но смысл начинать до конца, да, если не доводить до конца. Да, и еще будем смотреть закупки, искать какие-то варианты. Мы, в принципе, изучаем закупки. Все за... Это как один из видов. Да, наша деятельность – это изучение закупок. Вот, и все, которые закупки мы находим в нарушении, мы обращаемся абсолютно по любым закупкам, которые есть, нам кажется, да, по крайней мере, что что-то там нечисто. Мы обращаемся и ждем ответов. А где-то вы публикуете свои данные официально в сайте. У нас есть сайт сведоми.орг, да, это сайт, у нас же, как бы, наша организация представлена в Киеве, Львове и Одессе. Вот, пока есть харьковского сайта, конкретно есть, нету, есть общий сайт. Вот. Ну, у нас еще есть страница в соцсетях, вы можете найти, и мы там тоже обычно пишем о том, что происходит. В принципе, по результатам, которые мы получим ответы, мы проведем пресс-конференцию, расскажем, как бы, чего именно мы добились, да, от этих обращений. Пока это была первая целая схема, которую вы выявили, или были еще какие-то прецеденты? Ну, там, нет, прецеденты были. Мы написали обращение, но там не столь значительное. То есть там либо технические ошибки, возможно, допустили, как бы, заказчики при проведении процедуры закупки. Ну, это уже органы будут разбираться. Ну, в принципе, не так, как мы работаем, собственно говоря. Мы с ееними месяца работаем. А по закупке в сфере медицины мы рассматриваем? Ну, так, просто это. Рассматриваем. А мы просто все абсолютно по закупке, то есть вот так открываем, мы по очереди, просматриваем абсолютно все, ну, так, все на свои классы. Спасибо большое. Да, все? Хорошо, спасибо. Спасибо.